здравствуйте дорогие друзья сегодня мы как и обещали вчера сделать не прошлогоднее и не запасу прошлогоднее видео видео этого года я уже говорила что я мужу с собой на работу даю тормозок потому что это очень это очень экономично это очень дешево но вы сами понимаете если бы были был другой достаток скорее всего я бы этого не делал потому как там есть столовая ну и вот сейчас думаю ну пожарить картошки ой ну это вроде бы как просто ладно приготовлю что-нибудь я уже хвалилась вам что мы 113 долларов получили 112 112 а я 113 ладно на доллар ошиблась но мы не прям 112 долларов но в пересчете там на рубли и первое что я сделала что вы думаете я сделала я побежала купила кофе зерновой потому как у мужа закончился я привозила от дочери сейчас я вам покажу девочки и мальчики и мальчики ключом вот такой кофе я купила якобс банар 800 граммовый ну муж уже пересыпал его в банку а я привозила вот от дочери такой старбаксовский кофе америке да ему нравился он он такой у него такой яркий насыщенный вкус черный не такой запах имеет что я еще купила покажи пожалуйста ну всем же интересно всегда мне тоже было бы интересно заглянуть в холодильник чужой холодильник да извините конечно смотрите пожалуйста заходите люди такого нет берите что хотите было вот и 600 грамм сосисок ну я уже заметил только что потом я купила вот такую колбаску омский бекон сервелат реклама скрытая как но мне нравится я уже говорила на видео что мне нравится эта колбаска так что у меня тут есть яйца есть у меня здесь немножко сыра и это не не покупала это вот все что я купила на 1100 рублей и вот 2 сайры сварила мужу супчик я ему сегодня на работу давала этот супчик ну и все собственно а я ему купила орешки вау страсть как любит орехи вы не представляете но я две пачки в этот раз купила но что еще есть собственно говоря только дешевые орехи я вот надо было дешевый магазин и там не покупая орехи там они 108 рублей килограмм стоит уже 120 а написано типа 108 по тиху по тихому а вот по 108 так что меня обманули где-то по 108 где-то по сто двадцать короче ладно купила две пачки еще орехов у меня сейчас сухобруты баклажаны изюм черный изюм белый кунжут чернослив но здесь овощи капуста морковь горький перец баклажаны а это я привозила с америки мне внучка когда приезжает я делаю шоколадное молоко но это вот как продают молоко чудо чудо по моему называется чудо-юдо очень вкусно вот получается из этого продукта молоко просто обычное молоко и вот это размешиваешь и очень вкусно ну что еще показать а я покупала внучки лакомство ну тут у меня сметанка сыр ну и в принципе больше ничего и нету так ну и значит что мы приготовим картошку жареную я не хочу поэтому будем готовить сегодня типа пиццу на сковороде из картошки это очень быстро сейчас приготовим несколько штучек у меня еще кстати есть колбаска прошлого раза осталось хорошая колбаска вареная вот это еще достанет так что еще кетчуп майонез и это все будет очень очень быстро так яйцо 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 я наверно говорил на некоторых видео мне жена очень быстро я ее за это полюбил надо что еще я зато помню как я пришла как мы стали с твоей мамой даже и как у меня все летало ой господи но потом слава богу мы с ней договорились что если я готовлю она не лезет если она готовит я не подхожу и у нас начался мир на кухне мне кстати здесь правда взяла это почистила картошку смотрю так визуально грамм 800 нет больше килограмм взвешивала на своих весах то точно килограмм так что у меня здесь картошка килограмм терка самотерка реально как будто сама трет кстати на эти деньги которые мы получили мы хотели с мужем ну я хотела сказать халява с ним развалилась ну ничего себе халява столько работать ну и вот думаем надо откос сделать но надо же понемножку да что-то делать покажи девочкам как мы плинтус сделали все сразу в этом видео девочки мальчики обидятся сейчас я думаю вам это зачем мальчики ну вот искали плинтус не поверите я с этой плиткой ходила по всем магазинам такого цвета искала хоть серый хоть бордовый хоть какой ну похожий не могла найти ну и что мы с мужем решили вышли из положения поехали взяли купили пластик ой пластик как это называется пенопласт пенопласт да пенополистирог ну короче купили приклеили и думаем ну возьмем сейчас краской покрасим ну кто узнает что у нас из пенополистирог да маленьких детей у нас кроме внучки нету она не пакостная не хулиганит поэтому пусть стоит какая разница ну да стоит копейки я покажу еще раз тут спрашивали в комментариях теплый теплый у нас пол да пол теплый под полом под полом проложен такой пластиковая труба да я сам долбил делал все это укладывал а у нас видео есть не как-то пол делала как мы плитку клали и там видно по моему это да надо ссылку конце видео поставить такое видео есть может тут плитку сами делали а еще у нас началась за пиццу а еще у нас вот смотрите наши перепады здесь по коридору потому что копали все по частям то одно то другое и поэтому получился перепад и поэтому этот плинтус ну реально было невозможно бы сделать да поэтому мы взяли и вот такой вот плинтус купили а почему можно все было сделать он гнется хорошо просто он стоит и стоит чем он плохо то короче мы уже привыкли сначала выделялся а я тем временем натерла картошку но я все не стала тереть где-то примерно 800 грамм и потерла сейчас я сюда быстренько хотим вам все рассказать всегда поделиться всем что у нас накопилось за за день два яйца разбила мужи это как-то просто дыры через счет все расскажем покажем посолим солим по вкусу девочки мальчики поперчим так теперь надо размешать хорошо тщательно было бы взять удобнее мне за ложкой идти надо ой яйца реально голубинные надо еще одну лицу такие яйца продают очень мелкие а куда их девать не выкидываешь впрочем наверно мелкие яйца выгоднее продавать стоит они чуть-чуть дешевле а по весу намного меньше ну слушай специальном братья подбирать курей которые несут мелкие яйца зачем они их сортируют и все крупный вот представь загрузил это на полтора раза больше загрузил машину от мелких можно полторы машины уже транспортные расходы экономия ну конечно полторы в коробке сколько ходит вот таких вот столько и войдет больше больше то не войдет ну может быть так что не грузоподъемность машины больше коробки тогда огурца подъемность машины больше бывает так Так, сейчас я достану муку, ложек 5 муки сюда, без горки обычных, ну как типа драницы, я кстати люблю драницы. А теперь надо начинку готовить, такой кусочек сыра, думаю здесь грамм 200, может если не хватит, я еще потру, я люблю когда на пицце много сыра, единственное что мне нравится. И еще, ну это как бы не совсем пицца с картошкой, это русская пицца, ну неплохой вариант, для того чтобы насытиться, я так думаю, это чтобы насытиться побыстрее. Я что хочу сказать, я когда раньше готовила дома пиццу, кстати у меня в этой поваренной книге где-то было тесто, я по нему готовила пиццу, там и пироги, его женщина здесь из Новоалтайска однодавала этот рецепт. Надо сказать, неплохое, неплохое было тесто, мне нравилось, надо посмотреть, у меня там листочек в ней лежал, в этой книжке, и там было записано это тесто. Так, ну вот сколько у меня сыра, мне кажется это маловато, ну для одной хватит. Так, сейчас я пока буду одну готовить. Так, 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 сейчас я очищу быстренько сосиски. Сосиски у меня баварские, мне нравятся такие с сыром. Я что начала-то, что я готовила пиццу и клала, да, начинки как можно побольше. И как можно потоньше тесто, чтобы было. Ну вот, побывав в Америке у дочери, я там попробовала разные пиццы. И завтрачные, и с беконом, и с полничной. Всякие разные пиццы. А полуношные есть пиццы? Наверное есть. Там пицца продается во многих местах. Ну и вот. И самое главное, кстати сказать, там было тоненькое тесто и много сыра. Больше сыра и колбаски, да? Ну, не всегда, что там побольше колбаски. Какую выберешь. Мне наоборот нравилось там корочки от теста поесть. А колбаску не очень хотелось. Как-то в пеппероне аж запах ее до сих пор меня преследует. Не хочу ее. Так, ну на одну хватит. А то я что-то разогналась. И вареную колбасу я туда тоже не буду класть. Так, сейчас помидорки еще. Помидоры с маку благорода. Сколько раз говорю, покажи теплицу. Так и не хочет показывать. Да как-то все, не время, да не досуг. Что она там нарастила? Уже скоро все. Уже, наверное, заляло все, да? Ну, я уже все убираю уже оттуда. Там уже почти ничего не остается. Ладно, это не буду класть. Некрасивая. Некрасивость, она погубит нашу планету. Ты знаешь, да, тупость ножей. Это он уже чувствует, что я сейчас про это скажу. Ну надо же, а? Так, все, я порезала. Надо тарелочку для помидоров. Готовлю соус из полезнейшего майонеза. Так, у меня тут немного кетчупа осталось. Не хочу я доставать из погреба аджику. Когда что есть, короче, тогда то и добавляю. Еще бы горчички, но у меня закончилась эта горчица. Картошка потемнела. Кстати, картошка прошлогоднего урожая до сих пор у нас. Уже на дворе сентябрь заканчивается. Мы все прошлогоднюю картошку дали. Да, надо, кстати, нам купить картошку. Может быть, вы к выходной поедете? Надо где-то. Мы всегда брали у одного человека. Я, кстати, ему еще не звонила, даже не узнавала. Так, ну все, мы идем жарить. Сковородку нельзя без масла долго держать. Я немного прям наливаю маслечка подсолнечного. Чтоб нагреть с маслом вместе. Растухлось оно у меня. Сейчас я буду это картофельное тесто выкладывать. Сейчас нагреется масло. Оно у меня не густое. Видите, какое жидковатое, как на оладьи. Так, аккуратнее, а то она тебя как стрельнет брызнет. Так, кладем тестичко. Картофельное тесто это. Я примерно половину хочу выложить. Разравнивать его надо. А что, у тебя лепешка будет? Угу, картофельное. Отно. Ух ты! Ну ты какая! Белая норочка. Моей жены между нами. Подпольная кличка Белая норочка. Ой, ты меня как только не называешь подпольная кличка. Ну никто же тебя так называет, кроме меня. Почему дочь еще это знает? Угу, а теперь 14 тысяч подписчиков будет знать. А, помнишь, мы хотели сколько-то, 20 тысяч подписчиков, что ли, шампанским отметить? Или сколько? Надо пересмотреть это видео. Ну, наверное. Так, нужно, чтоб не горело, где-то средний огонь сделать. На среднем. Как это называется? Комфурку. Ну, комфурку. Надо нам эту лепешку картофельную перевернуть. Вот так перевернули. Теперь будем укладывать начинку. Сначала смажем. Не подмажешь, не поедешь. Соусом. Да. Так, помазала. Кладу колбаску. Очень даже симпатно. Ну да, я думаю, желудку понравится. Ух ты, звездой. Морская звезда, деконечная. Так, помидорки. Короче, все, что в пицце намешано, я так понял, вот сегодня, это можно было съесть и сырым, как говорится. Потому что это уже готовый продукт. Ты что имеешь против, против моей еды? Да, я ничего против. Так, и самое главное, сыра. Я вам уже сказала, что я люблю побольше сыра. И закрываем крышкой. На медленный, еще медленнее, еще медленнее, медленнее сделаем огонек. Пусть тушится, да? Ну, чтобы не пригорела эта лепешка. И тут готовый продукт, все расплавится, сыр. И можно будет подавать к столу, кушать. Подогреется? Да, это я тебе еще сейчас сделаю. После вот этой вот. Понятно. Все, у меня готово. Я не знаю, минут 5-7-10, не знаю сколько тут. Совсем быстро что-то. У нас часы все поломались. Вообще ужас какой-то. Где тонко, там и рвется, как мне. Баба моя всегда говорила. Сейчас будем выкладывать ее. Надо еще умудриться ее. Выложить же. Опачки. Сломается, нет? Вау, не сломалась. Посмотрим, что за пицца такая картофельная. Мне мой муж вообще нравится. Он ел такое, даже вот я готовлю что-то повторно, там, который раз уже. И он все время удивляется. Так, надо попробовать. Как будто первый раз. Как маленький ребенок. Ну, если каждый раз вкусный, каждый раз по-новому. А еще я хотела сказать. Я же купила этот нож. А куда он делся-то? Ты его держишь? А дочь мне говорит. Мам, а зачем ты купила нож для пиццы? Ну, вот он и пригодился. Так, ну, давай сфотографируем, а то мы всегда без фоток остаемся. Садимся. У меня уже как у собаки слюна бежит. Я почувствовала запах. Я поставила чайник. Ой, я не думаю, что мы с тобой это съедим за раз. Как ты думаешь? Ну, там уже чайник закипает. Ну, так вот порезала. Ну, что, девочки, мальчики, друзья наши, всем пока-пока. Нам приятного аппетита. Будем кушать пиццу. Мы снялись вдвоем. Привет! Привет! Наконец-то картинка соответствует нашему каналу Юрия и Лариса Ивановых. Ты как будто чур-чура, детская игра. Пока-пока. Всем пока. До новых встреч. Блин, хаваю эту пиццу. Опять ты. Хаваю эту пиццу. И не могу, просто говорить не могу. Ты что такой бескультурный? Короче, понравилось ему. Ты что первый раз ест и нравится все для дому. Да мне и тысячу второй, и тысячу третьих. Вот мне нравится ему готовить. Ему всегда все нравится. Что бы я ни приготовила. Да, офигеть. Посмотрите, как мы поглотили. Еще Юра 10 километров на велике. Проехал 10, да? Больше? 14. 14. Так, привет. Сейчас спрашивала только что на видео. Сидим или не сидим мы целы? Ну, вот оказывается. Хорошо, хорошо идет. А я что хотела сказать? Я вспомнила. Я у дочери была. И утром она как-то повезла своего мужа на работу. Не знаю по какой причине. Просто повезла и приехала оттуда. А было еще рано, восьмой час. И она кричит, маме, маме, быстрее вставай, просыпайся. А я еще спала. Я же в отпуске у нее была. И я тебе привезла завтречную пиццу. Вставай. Было, знаете, так приятно. Тогда-то я и узнала, что, оказывается, они еще и завтречные есть. Угу. Ну все, наконец-то пока. Мы все рассказали. И показали.